Благодарительный фонд «Миссия» совсем скоро отметит свой 10-летний юбилей. Основное его направление – помощь детям, оставшимся без родительской опеки и попавшим в трудные жизненные обстоятельства. Неравнодушные к чужим проблемам люди приходят к ребятам не только для того, чтобы подарить им подарки, но и чтобы заняться с ними совместным трудом и помочь педагогам в непростом процессе успешной адаптации детей. Воспитанники более чем из 50 детских учреждений России от Якутии до Калининграда, а также из Армении, Литвы, Белоруссии, Украины, уже много лет принимают участие в уникальном международном фестивале фонда «Рождественская мечта». Девчонки и мальчишки едут в Великий Устюг к самому Деду Морозу, окунаются в сказку, любуются великолепной природой русского севера, а в этом году к ним присоединились и дети из Вьетнама. Дети приехали на «Рождественскую мечту» к настоящему Деду Морозу и увидели настоящий снег, который мы никогда в жизни не видели. Никто не думал, что вот там незрячее или что-то. Все прям вот было, мы одна семья, мы единая. Вот все вот эти вот игры, в которые мы играли, вот эти хороводы, которые водили, все это было вместе, все это было одно целое. Это было очень интересно, мне это запомнилось, и я не забуду вот это. На выставочной экспозиции «Матрешка. Образ» была представлена работа и воспитанников Сергеева Посадского детского дома «Слепоглухих». Конечно, эта работа была выполнена не одним ребенком, это была группа детей. Кто-то мог контур выводить, кто-то раскрашивали. Поэтому это такая совместная работа. Дети не скрывали эмоций, когда увидели на выставке дорогого им человека, монахиню Иерусалимского патриархата, матушку Ефросинью Матвееву, которые они уже несколько раз приезжали на Святую Землю. – Как вы? – Нормально. – Мама. – Соскучились по Святой Земле? – Да. – Поедем в октябре? – Да. – Гости к матушке, они хотят, конечно, всегда. Это вообще необыкновенный такой случай нас свел, да, необыкновенное знакомство и необыкновенное тепло, которое мы, наверное, испытываем друг от друга, тепло, которого нам так в жизни не хватает. К 150-летию со дня рождения преподобно-мученицы, великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, в октябре 2014 года на Святой Земле, на родине Спасителя, Вифлееме, впервые в истории пройдет первый международный детский фестиваль. В нем примут участие ребята из семи детских домов России, ближнего и дальнего зарубежья, из пяти школ-интернатов при православных храмах, воспитанники кадетских корпусов, дети из Палестины. А счастливить сразу несколько сотен ребятишек решили благотворительный фонд «Миссия», благотворительный фонд памяти преподобно-мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны, российский центр науки и культуры, федерального агентства Россотрудничества Вифлееме и благотворительный фонд «Хочу верить». Все, кто тоже пожелает поучаствовать в этом благом деле и оказать посильную помощь в его проведении, звоните по телефону в Москве 8495-258-8817, в Израиле 810-972-54-490-1327.